Пятый канал представляет Папа? Лиза, с днём рождения! Спасибо! Спасибо, папа! Сейчас приедет курьер и привезёт пиццу Напрасно ты это затеяла, Лиза Пап, но у меня день рождения как-никак А в этот день мы с тобой всегда заказываем пиццу, если ты помнишь Я не об этом А о чём? Ты, наверное, надеешься, что я смирился и готов принять твой выбор Но пока этот бездельник и нищеброд будет рядом с тобой Ни о каком примирении не может быть и речи Пап! В общем так, или ты возвращаешься домой и берёшься за ум Или на мою поддержку и деньги можешь больше не рассчитывать Ну, пап! Лиза! 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 Здравствуйте! Здравствуйте! Пиццу заказывали? Да, заказывал Заказ будет готов завтра Деньги сразу, рассрочки нет Да Да Постой, Лиза Извини, папа Мне пора Лиза 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 А можно поподробнее? Погибший владелец мебельной мастерской Виктор Витлянский Свои дела ввел образцово Никаких конфликтов с партнерами по бизнесу Никаких долгов или безответственных кредитов То есть версии, связанные с профессиональной деятельностью, отпадают? Скорее всего, да Тогда семья Возможно Виктор очень переживал Когда Лиза выкрала у него документы Что за документы? Я точно не знаю Муж велел не влезать Сказал, что сам с этим разберется Не доверял вам? Почему не доверял? Просто берег Альбина, успокойтесь А где сейчас Лиза? Вы знаете? Я не знаю, телефон не отвечает А вот этот молодой человек, который у нее появился Про него можете еще хоть что-то рассказать? Да обычный бездельник Он нигде толком не работает Не учится Он живет с мамой и братом в однокомнатной квартире Как его зовут? Коля Николай Бардов Можно я запишу? Да Вот визитка Если вдруг что-то вспомните Или новая информация появится о Лизе Звоните Не понимаю, чего ты не понимаешь? Не понимаю, зачем люди женятся, замуж выходят Говорит, любил, берег По всему видно, что мужик целыми днями в мастерской просиживали Ольга Да Я надеюсь, вы останетесь нашей клиенткой Обязательно еще с вами встретимся Хорошо Всего доброго До свидания Так вот откуда у тебя знание о Ветлянском А я-то бы лучше поверила Зря не поверила Я, кстати, еще порчу могу наводить Слушай, порчу на нас Радимина ведет Если будем с делом тормозить Значит так, я в эту пиццерию, а ты? А я прогуляюсь немножко Неплохо, а может быть, займешься с делом? Без вдохновения не могу Семенович, поехали Лев Романович, есть что-нибудь интересное? Есть В пиццу было добавлено вещество, которое входит в состав лекарства от стенокардии и аритмии А в чистом виде оно вызывает остановку сердца Получается, Ветлянский умер от сердечного приступа? Ну, вскрытие еще не делал Но думаю, что именно так оно и было Яд добавили минут за пять-десять до смерти потерпевшего А как или где можно достать это вещество? Ну, это только в специализированной лаборатории Может быть, украсили, купить с рук Логично Где я могу администратора найти? Здравствуйте Я перезвоню Мне нужен курьер, выполнивший сегодня вот этот заказ А, так это Роман Весел У него после этого заказа и вызова-то больше не было Ему после вчерашнего нехорошо было Тогда дайте мне его домашний адрес и телефон Одну минуту И фотографию, если можно Без проблем Павел Алексеевич? Здравствуйте Это я вам звонила Виктор Ветлянский к вам обращался Зачем? Мой клиент хотел отменить договор дарения квартиры Оформлен на свою дочь Отменить? Почему? Месяц назад Елизавета, в тайне от отца Выставила подаренную квартиру на продажу Ну и что, разве она не имела на это права? Если у дарителя есть сомнения в добросовестности одаряемого То он вправе через суд договор отменить Что Ветлянский собирался сделать Ну не успел А сколько стоит квартира? Просторная двушка В центре с ремонтом Миллионов девять одиннадцать Ого Пожалуйста А что он натворил-то? Не отвечает ваша Веселкина Значит так Сейчас домой приходим Ты за уроки садись А я тебе что-нибудь поесть приготовлю А я хочу гулять В другой раз погуляешь А я все про тебя маме расскажу Только попробуй Гулять он собрался Даже кеду застегнуть не может Николай? Да Коль, а куда мы поедем Когда подадим квартиру? Куда вы собирались с Лизой продав квартиру? Вы кто? Мне повторить вопрос? Коль, ты куда? В собственной мастерской Отравлен краснотеревщик Виктор Ветлянский Яд был добавлен в начинку пиццы Доставленную курьером Под подозрение попадают Родная дочь Ветлянского Лиза И ее приятель Свои выясняют, что незадолго до происшествия Лиза хотела продать дорогую квартиру Подаренную ей отцом Да это не я хотел продать Это Лиза А что, когда не получилось, решили убить ее отца? Что? Кого, кого ты убил? Иди погуляй на детской площадке Давай, давай, давай Ура! Ну я слушаю Убивали мы никого Я вообще не знал, что отец Лизы, что его... Ладно, хорошо, где ты был сегодня с полудня до двух? Брата в бассейн водил, можете проверить? Проверю, не сомневайся Лиза где? На даче, за городом Мы у ее крестной живем А скрываешься ты от кого? От военкомата Значит так, Лиза не отвечает на звонки У тебя есть с ней связь? Вижу, что есть Передай ей, чтобы утром была у нас Это очень важно Договорились Лиза, я поняла про вашу традицию с папой Ну давайте мы все-таки вернемся к делу Попробуйте, пожалуйста, вспомнить Этот человек принес вам пиццу Я не особо его рассматривала Вроде бы он Понимаете, я вчера надеялась, что мы помиримся И я объясню все ему Что объяснить? Лиза, зачем вы хотели продать квартиру, подаренную отцом? Я уехать хотела За границу Чтобы никто не вмешивался в мою жизнь Вы сейчас говорите про родителей? Они только и делали, что учили Как жить, с кем жить И коль в их понимании мне не пара Лиза Послушайте, пожалуйста Мы проверили алиби вашего молодого человека И у него она железобетонная А у вас алиби? Нет Гущайтесь, пожалуйста Я при исполнении Они очень вкусные Так Да, у меня здесь Снегирева Тамара Ильинична Ага, говорит, что к задержанной Витлянской Так Ну Ожидайте А яблочки ваши? Домашние? Соседские Соседские Гриша Здравствуйте Здравствуйте Это вы к Лизе? Да Пройдемте Паспорт Спасибо А яблоки? Поссорились Она пиццу есть не стала Ушла Согласен Звучит неубедительно Именно Ника А что про спечатки звонков с телефона погибшего? Почти готова Проходите, пожалуйста Один момент Это крестная Лиза Витлянская Я разрешила свидание Добрый день Тамара Ильинична, нам сюда Распечатка И посмотрите третью страницу Там есть кое-что любопытное Спасибо Спасибо, Ника Дима, ты это слышал? Мечелец разрешила свидание Таня, Оля знает, что делает Я не сомневаюсь, что она знает, что делает Но есть уставные правила Хорошо, я ей об этом скажу Просто это дело имеет для Метелицы Ну, личную, что ли, окраску Вот Посмотри Детективное агентство Кредо Десять исходящих за неделю Аника молодец Проходите Как ты? Моя хорошая Все в порядке Не волнуйся Все хорошо Хорошая, хорошая ты моя Сиротинушка ты моя Все хорошо Бедная Извините Извините, почему вы назвали ее сиротой? Я? Я? Лизонька Тамара Еленична Что вы недоговариваете? Вы кто вообще в семье Ветлянских? Я вам все расскажу Только не здесь Умоляю вас Конечно Алло Это снова капитан Жданова Веселкин у вас не появлялся? Понятно Нет Дома его тоже нет Угу Ну что ж, хорошо Если гора не идет к Магомеду Магомед идет К горе И, эм... И, эм... Слушаю Инга Вы можете ко мне срочно подъехать? Речь идет о моей жизни Да, я поняла Сейчас буду Виктор Ветлянский Обратился к нам два месяца назад Просил проследить за его женой И каков результат? Самый впечатляющий Как и предполагал мой клиент Жена изменяла ему С молодым любовником Нам нужны фотографии, адрес и имя этого любовника Без проблем Сейчас отправлю Альбина, ты скоро сдохнешь Мда Ну а вы сами-то кого-нибудь подозреваете? Кто мог бы... Я не знаю Если кто-то из окружения Лизы это мог сделать Убили мужа Теперь возьмутся за меня? Ну, что вы что? Вы успокойтесь Скажите, а видеорегистратор у вас всегда включен? Да А что? Ну а сами-то как думаете? Я заберу О, а вот и любовник Коровин Станислав, 33 года Фитнес-тренер в спортивном клубе Холост Квартиру снимает Именно там они и встречались с Альбиной Полезли скелеты из семейных шкафов Альбина снимала большие суммы Чтобы тратить их на любовника Так, Коровин Вспыльчив Самолюбив О, вот Десять лет тому назад он привлекался За превышение самообороны Драка на улице Оделался условным сроком Ну что, положение Альфонсов Вкупе со взрывным характером Такой мог поить и на убийство Согласна Ника Посмотри, пожалуйста Курьер нашелся? Пропал Объявляю в розыск Уже Я к Васьбергу вот с этим Может быть что-нибудь интересное найдется Хорошо Дмитрий Владимирович Смотрите сюда Так А ну-ка укрупни Так это же любовник Альбины Получается он знаком с женщиной Которая подбросила Альбине анонимное письмо? Так может я Хакну Альбинину почту? Давай, давай, давай Дмитрий Владимирович А, да, извини Тамара Ильинична Я заметила, что вы с Лизой очень похожи Знаете, поближе Лизы у меня никого нет И она ко мне внимательна Во всяком случае, когда Виктор с Альбиной были на грани развода Лизонька пришла ко мне Подождите Ветлянские собирались разводиться? Да, за неделю до своей гибели Виктор звонил мне и жаловался, что вот, мол, есть дочерью конфликты, жена ему больше не жена Это я уговорила Лизу помириться с отцом в день своего рождения, посидеть, вспомнить о хорошем А получилась такая трагедия Вы знаете, Лиза очень хорошая, добрая девочка Она не могла Вот, посмотрите на это лицо Она не родная дочь Альбины Почему вы сразу про это не сказали? Больше ждать не могу, ты должна все решить Или я решу сам Любовник написал это Альбине полгода назад Звучит как угроза, да? Лев Романович нашел следы фромальдегида На записке, обычно применяется в лабораториях Значит, можно предположить, что любовник Альбина, сговорившись с сообщницей, у которой был доступ к ядам, убил Ветлянского? Ревность? Ну да Зачем он на записку подпросил? В общем, пока мы не найдем любовника, мы так и будем задаваться вопросами Я на связи Да, хорошо Курьер спицерии Веселкин Роман Андреевич? Да, по-моему Надя, нутром в лесополосе Убит Отравлен мастер-краснодеревщик Виктор Ветлянский Подозрение падает на его родную дочь Лизу, которая отрицает причастность к убийству отца Свои открывают новые семейные тайны Ветлянских Жена Альбина изменяла Виктору, а Лиза не является ее родной дочерью Альбина действительно не мать Лизы Ну как вы об этом узнали? Вы медиум? Ну есть немного Скажите, а Лиза, она знала, что она не родная дочь Альбины? Нет Поэтому я не стала говорить в ее присутствии Альбина удочерила Лизу Простите, а что произошло с родной мамой Лизы? Она погибла двадцать лет назад Упалась с лестницы Несчастный случай Несчастный случай? Не верю, похоже, ее кто-то Я тоже Не верю Извините Да? Помню, конечно помню, я сейчас буду Вы простите, пожалуйста, мне надо бежать Мы с вами после договорим, хорошо? До свидания, всего доброго Здравствуйте, Стас Коровин? Здравствуйте, да А вы по поводу индивидуальных занятий? Ну можно и так сказать, конечно А моя личная жизнь никого не касается Ошибаетесь, особенно если речь идет об убийстве мужа вашей любовницы Каково убийстве? Где вы были вчера с двенадцати до двух часов дня? Телевизор смотрел И это может подтвердить? Телевизор? Вам придется проехать со мной А я не могу, у меня клиенты ждут Тогда мы вызовем вас с повесткой через ваше заведение Чтобы клиенты были в курсе Ладно Мы встречались с Альбиной два года Я ждал, когда она уйдет от мужа Но ее все устраивало Богатый муж, молодой любовник И вы ей стали угрожать? Да не угрожала я ей Просто сказала, либо определись, либо ты со мной, либо с ним И что, но это Альбина? А ничего, Альбина Только обещания Кто эта женщина? А это ее домработница Валентина Мы с ней виделись раза два или три Проходите Лиза Посмотрите, пожалуйста Этот человек принес вам пиццу Нет, не он У того бороды такой не было Он? Нет, не он Лиза, у вас есть номер телефона вашей домработницы? Он у мамы есть Гриша, Лиза, спасибо Пойдемте Стас, у нас есть все основания подозревать вас в сговоре с этой женщиной С целью убийства Виктора Ветлянского Вы все еще не поняли, да? Не понял что? Альбина никогда за меня замуж не выйдет Альбина любит деньги, а у меня их нет Инга, давайте пройдемся еще раз Труп курьера обнаружили в лесопарке Смерть наступила от отравления Но труп привезли из города? Да, так в рапорте написано Возможно, курьеру был сообщник А возможно, он просто оказался случайным свидетелем Вот это вещь Я понимаю Компактненько, вместительно Гриша, сколько раз тебе повторять Твое рабочее место, это лицо нашего офиса Ну что у тебя вечно беспорядок А ну что это, яблоки, это какие-то нитки Ну, приберись Ты понимал Тут раритет Эксклюзив Павел Алексеевич, вы мне хотели что-то сообщить? Полтора месяца назад жена Ветлянского пыталась через суд оспорить брачный контракт Какой контракт? В контракте сказано, что в случае измены одного из супругов он теряет все А если один из супругов умирает? Наследство делится между оставшимся супругом и детьми Я вам сделал копию брачного контракта Спасибо Валентина, значит, вы работаете в токсикологической лаборатории, а в Итлянских просто подрабатываете? Да Кручусь как могу Мы с Мишей ипотеку взяли А кто такой Миша? Миша Михаил Курасов, мой муж Синяк это и его руку дела? Да За что? Мне показалось, что у Миши роман И вы знаете, с кем роман? Да, с Альбиной, черт ее дери Ваш Курасов и Альбина знакомы? Угу Я же их и познакомила У нее в машине сломалось что-то А Миша мой, он как раз в автомастерской работает А потом я стала замечать, что как-то часто они стали созваниваться Я возьми и спроси Ну и как Курасов это все объяснил? Сказал, не лезь не в свое дело У нас с Альбиной деловые отношения А я не поверила Я решила, что он бросить меня хочет И устроила скандал Вот он меня и приложил Он скандалов не любит Не лезь, говорит, дура Я через Альбину очень хорошие деньги заработать могу Скажите, а зачем вы подбросили Альбине письмо с угрозами? Отомстить решила за деловые отношения с Мишей Ну не верю я в них Я не верю, но вы ее видели Какие деловые отношения? Так, а Курасов когда-нибудь бывал у вас в лаборатории? Да, конечно Не раз А где он сейчас находится? У себя на работе в автомастерской Валентина, я вас очень попрошу Никому не рассказывать об этом разговоре Я надеюсь, вы понимаете И давайте диктуйте адрес этой автомастерской Адрес автомастерской, фото Курасова я получила, да Выезжаем, скоро будем Эх, даже пообедать не успел Орешков хочешь? Не, я белящий кур мне ем Вот вернемся, тогда я пообедаю Миша, Мишенька Меня к следователю вызывали Что ты опять натворил? Так, Семенович Жди меня 15 минут Инга, а вдруг там еще выезд есть? Какой там выезд? Каменный мешок Семенович, я за тобой наблюдаю Курасов Отравлен мастер-краснодеревщик Виктор Ветлянский Свои допрашивают домработницу Ветлянских Валентину Подбросившую жене Ветлянского письмо с угрозой И выходят на след сожителя домработницы Михаила Курасова Инга, пытаясь найти и задержать Курасова, попадает в ловушку Черт! Черт! Инга! Черт! Я же говорил! Когда Ветлянский узнал, что у Альбины есть любовник, он захотел с ней развестись. Альбина, конечно же, не могла этого допустить. Ну да, конечно. На кону имущество нажитое с пругами во время брака. Квартиру, антикуриат и салон, где она являлась владельцей. У нее еще хватило наглости попытаться через суд оспорить этот договор. Ну, конечно же, у нее ничего не получилось. И тогда ей понадобился Курасов. Да, кстати, а где Инга? Не отвечает. И еще. Я была в архиве. Настоящая мать Лизы Ветлянской погибла 20 лет назад. Тогда, в общем, посчитали, что это несчастный случай, дело закрыли. Но смотрите. Тогда Альбина была няней Лизы. И в момент трагедии она нахватилась в квартире. И это все зафиктировано в материалах дела. Конечно же, ее тогда допросили, отпустили. А через год она становится женой Ветлянского. Надо бы съездить к этой Альбине. Да, но Курасов сейчас важнее. Хорошо. Дмитрий Владимирович, пожалуйста, дозвонитесь до Семеновича, а я буду звонить Инге. Они куда-то все пропали. Спасибо, Ольга. Да, пожалуйста, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты? Нормально. Курас! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держи его. Держи его. Вам, Курасов, свесит немалый срок. В том числе из-за нападений на сотрудника при исполнении. Меня Альбина наняла, сказала, что муж хочет с ней развестись. А ей этого не надо. Сколько она вам заплатила? Двести тысяч. Рассказывайте все подробно. Альбина сказала, что дочь поедет к отцу, что они закажут пиццу. Они это делают каждый год. Узнал, где сделали заказ в ближайшей пиццерии. И перехватил курьера. А теперь так называется? Зачем бы убили курьера? Так получилось. Не рассчитал с ядом. Слышишь, братан? Да. Что-то запутался с адресом. Не поможешь, а? Так, ну давайте. Мы находимся. Рассказывайте, что было дальше. Перед мастерской добавил яд в пиццу. Где взяли яд? Украл в лабораторию Валентины. Мы потом в гадязь заглядывали. Понял, что курьер-то того. Тело ночью вывез в лесополосу. Понимаете, Курасов это только часть плана Альбина. Вообще она рассчитывала, что подозрение в убийстве пойдет на Лизу. Либо подозрение, либо что она сама поест отравленные пиццы. В любом случае она хотела разом избавиться и от мужа, и от соперницы по наследству. Альбину надо брать. Удачи. Она на телефон сегодня не отвечала. Еще один труп. Инга, смотри. Чего там? Что это? Не знаю. Шерстная нить. Крепкая. Я же видел, а. Где-то здесь, Гриша. Чего? Вот она. Гриша, извини. Лев Романович. Все. Ну, что это было вообще? Гриша. Это не я, это Вайсберг. Ну, конечно, Вайсберг. Если у тебя тут будет вечный беспорядок, то выговор. Занесение в личное дело. Ясно? Дмитрий Владимирович, ну это... Гриша, ты авоську ту где взял? У женщины, которая приходила к задержанной. Она сама их вяжет, я видел. Нитки этой авоськи идентичны с той, за которую зацепилась Альбина. Лев Романович, вы гений. А благодарность? С занесением в личный кабинет. Есть. Оля, нужно Тамару Ильиничну к нам вызвать под любым предлогом. Тамара Ильинична, зачем вы это сделали? После разговора с вами я потеряла покой. И пошла к Альбине. Ну? Никогда не верила в случайную смерть Оксаны. Но это ты убила мою дочь. Вы убилины и объелись, что ли? А теперь ты хочешь погубить и мою внучку? Господи, как вы мне все надоели. Вся семейка ваша. Ты все сказала? А теперь послушай сюда. Не нужно стоять на моем пути. Получается, настоящая мать Лизы, ваша дочь. Значит, мне не показалось. Что было дальше? Я попросила Альбину отдать фотографии Лизы. Лизу мою отпустили, не волнуйтесь. Альбину бы так и так осудили. Зачем вы это сделали? Я сделала то, что посчитала нужным. Вот такие семейные лузы. Скорее уж смертельные. Я должна была почувствовать, но... Оля, ты сделала все, что могла. Успокойся. Все в порядке. Со мной, да. А вот с порядком, ну, не в порядке. Ну, на виду, чего, да? Ну, на виду, в смысле. Горе луковое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова